МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска новостей ИП Шевченко представляет шоу «Цирк на воде». Десять миллионов за обман тысячи пенсионеров. В Саратове разоблачили крупную банду мошенников, которая орудовала в городе и области почти год. Увеличить штрафы, повысить цены. Общественники выступили с инициативой внести поправки в федеральный антиалкогольный закон. Игра или реальность? В Саратове стартовал необычный проект для школьников, в котором несовершеннолетние постигают азы судебной системы. Добрый вечер. В прямом эфире программа «События Саратов» в студии Татьяны Хованова. В Саратове задержали крупную банду мошенников. Ее участники представляли сотрудниками правительства и убеждали пенсионеров покупать обычные биологически активные добавки за большие деньги. Банда действовала на протяжении года, и ее жертвами стали более тысячи человек. Сегодня стояла специальная пресс-конференция, на которой сотрудники правоохранительных органов рассказали журналистам все подробности громкого преступления. Репортаж Натальи Тарасовой. Обыкновенные биологически активные добавки стали золотым дном для находчивых мошенников. Преступники действовали по довольно сложной схеме. Входили в доверие к пожилым людям, узнавали их диагноз, а потом предлагали свои чудо-лекарства за огромные деньги. Есть случаи, так скажем, от 10 до 600 тысяч рублей вменяли за биологически активные добавки, которые на заводе производители стоят от 200 до 340 рублей за упаковочку. Жертвами обмана, как полагает следствие, стали больше тысячи человек. По самой приблизительной оценке, на продаже обыкновенных добавок преступники заработали до 10 миллионов рублей. Во время обысков были найдены неопровержимые доказательства. В ходе обысков у участников преступной группы обнаружены и изъяты как документы, подтверждающие их занятие преступной деятельностью, так и сами биологически активные добавки в большом количестве. По предварительным оценкам, изъятых биологически активных добавок хватило бы для того, чтобы обмануть свыше трех тысяч человек. Ни у кого из мошенников не было медицинского образования. Тем не менее, они называли вымышленные докторские регалии. При этом упоминали ведущие клиники Саратова, Москвы и Санкт-Петербурга. В разговорах с потенциальными жертвами аферисты сыпали медицинскими терминами и говорили с уверенностью профессионалов. Когда они позвонили, я была как раз у них дома. И родители, так как там были медицинские термины, и они говорят, мы ничего не понимаем, иди ты послушай. Но я отказывалась, но потом все-таки взяла трубку, сказала, что у вашей мамы серьезное заболевание, и если его не лечить, это будет очень серьезно, и вот это лекарство ей поможет. На сегодняшний день задержаны 11 предполагаемых преступников. Среди них 5 женщин. Не исключено, что этот список будет расширен. По данным следствия, группа мошенников действовала и в других регионах. Поэтому правоохранителям еще предстоит установить точное количество пострадавших и сумму ущерба. Наталья Тарасова, Александр Питченко, ТВ-центр, Саратов. Между тем, число зарегистрированных по области преступлений снизилось в среднем на 12%. В Главном управлении МВД России по Заратовской области подвели итоги работы органов внутренних дел за прошлый год. В совещании приняли участие губернатор Валерий Радаев, главный федеральный инспектор Марина Алешина и руководители других структур и ведомств. Оценивая деятельность органов внутренних дел в 2012 году, губернатор отметил качественную и слаженную работу сотрудников полиции. Принятые правоохранительными органами области меры позволили в 2012 году повысить раскрываемость преступлений 60,2% в 2011 году до 67,2% прошедших. Это значит, что в большинстве случаев преступники будут наказаны, а пострадавшие граждане получат возможность вернуть похищенные имущества, взыскать денежные средства в размещении причиненного вреда здоровью. Такая тенденция укрепляет веру людей, профессионализм работников полиции и справедливость. По линии экономики правоохранители выявили более 2000 преступлений и также удалось стабилизировать ситуацию, связанную с уличной преступностью. Число таких преступлений по итогам прошлого года снизилось на 3,5%. Вместе с этим увеличилось количество выявленных преступлений коррупционной направленности. Показатели раскрываемости в регионе существенно превышают общероссийский уровень. Уровень преступности остался стабильным, существенно ниже, чем на территории Приволжского федерального округа и страны в целом. Сократился уровень преступности в общественных местах, повысилась результативность работы подразделений уголовного возраста. Власти и ученые обсудили плюсы и минусы вступления страны во Всемирно-торговую организацию. Напомню, об этом стало известно 22 августа 2012 года. В правительстве области состоялось специальное заседание научно-практической конференции, где рассмотрели ключевые проблемы их решения. Основным плюсом ВТО, по мнению экспертов, стало снижение цен на импортную продукцию. Подробнее Влада Черняева. Чем грозит вступление ВТО нашему региону? Резким сокращением производства, увеличением оттока капитала, квалифицированных специалистов или же выгодным снижением цен? Основное последствие для России – значительный рост конкуренции во многих отраслях экономики. Это положительно отразилось на широком круге потребителей, но обернется и ослаблением рыночных позиций для большого ряда отечественных компаний. Рост импорта – серьезная угроза в первую очередь для отечественной легкой промышленности, сельхозмашиностроения, производства мяса, зерна и молока. Как следствие, значительное снижение их производства. Чтобы избежать таких рисков, предприниматели должны осознать – они вступили в серьезную конкурентную борьбу. Если предприниматели сами не захотят меняться, то мы за них эту работу не сделаем. Но целый ряд предпринимателей, вот вы, наверное, видели, экономический университет сегодня уже давал статистику, ряд предпринимателей это понимает и уже готовится, и уже делает определенные шаги. Федеральное правительство и региональные органы власти предпринимают и будут предпринимать меры по минимизации потерь национальных и региональных производителей продукции. Региональная власть ставит цель – максимально сохранить конкурентную способность местных товаров и услуг, вместо упадка – окрепшее и приспособленное к новым условиям производства. Семь лет нам дано на раскачку, но семь лет нельзя тянуть, шесть лет и в последний год что-то изменить. Уже сегодня нужно все необходимое сделать для того, чтобы когда пройдет семь лет, не получилось, что сверху вот это свалится окончательно и поворотно, когда государство уже полностью не будет поддерживать, будут отменены все пошлины, сюда уже войдет другой бизнес и ничего невозможно будет сделать. Чтобы вот этого не произошло, наши предприниматели уже сейчас должны вступить в ВТО психологически, а мы как власть обязаны им в этом помочь организационно. Кто точно выиграет от вступления в ВТО, так это потребитель. Цены в супермаркетах должны снизиться, а ассортимент продукции станет еще шире. Влада Черняева, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов. Более тысячи жителей Саратовской области, по данным Роспотребнадзора, отравились в прошлом году алкоголем. Среди пострадавших 30 несовершеннолетних. Эти цифры спровоцировали серьезный общественный резонанс не только в регионе, но и в стране. Местные общественники представили в правительство поправки федеральный антиалкогольный закон. В тонкостях инициативы разбиралась Ксения Зубина. Здравствуйте, пожалуйста, бутылочку пива, портвень. Вино есть у вас? Вино. Чтобы такое больше не повторялось, на уровне закона решили бороться с пьянством молодежи, ужесточили контроль за оборотом алкогольной продукции. Саратовские общественники вносят свои дополнения в федеральный документ. Предлагают увеличить минимальный размер уставного капитала для организации торгующих алкоголем с 10 до 400 тысяч рублей. Кроме этого, намерены определить и места продажи спиртного. Вообще, мы идем к следующему. Когда мы говорим, что сравниваем себя с Западом, то надо там брать положительные примеры. А положительные примеры состоят в том, что на Западе спиртное продается только в специализированных магазинах. Там не увидишь магазина, который торгует молоком, маслом, печеньем, хлебом, чтобы рядом стояли спиртные напитки. Значит, придем. Я думаю, на основе федерального законодательства мы это сделаем. И это не все предложения, которые общественники внесли на рассмотрение региональным чиновникам. Самое главное – намерены ввести своеобразные дни трезвости. Все эти поправки действуют по отношению все-таки к сохранению молодежи и детей. Это и те дни, которые мы определяем и просим, чтобы в эти дни вообще розничная торговля алкоголя была прекращена. Это в такие дни, как день защиты детей, последний звонок, выпускные вечера, день последнего звонка. Это все, 1 сентября, это все как раз меры, которые устраняют неправильное отношение к алкоголю, которое сейчас сложилось в молодежной среде. Однако школьные линейки и выпускные – еще не все праздники, во время которых общественники просят запретить продажу алкоголя. Это день, который 11 сентября – это православный праздник трезвости. Поскольку сейчас речь идет все-таки о возрождении хороших трезвенческих традиций на Руси, они всегда были, мы были наименее пьющей страной в мире, и я не устану это повторять. Именно эта инициатива ввести дни трезвости и вызвала множество споров, но несмотря на это проект общественников все же поддерживает большинство. Согласно с региональными поправками, представители КПРФ плюс ко всему предлагают усилить пропаганду здорового образа жизни. На первую роль должны все-таки выходить воспитательные какие-то пропагандистские методы борьбы с этой бедой. Хотя и данные инициативы мы, конечно, поддерживаем. О сухом законе в данном случае не идет речь, проблемы купить алкоголь не будет, я так понимаю. А что касается чистой виде сухой закон, то он, как правило, вводится в исключительных мерах в случае войны и так далее. Поэтому в данном случае, я думаю, такой вариант невозможен. Общественники настаивают, что антиалкогольный закон необходимо ужесточать и планируют запретить продажу спиртного в городских парках, на пляжах и других местах отдыха. Ксения Зубина, Дмитрий Соколов, ТВ, Центр Саратов. 275 миллионов на нужды города. На специальном совещании при главе администрации Саратова чиновники и депутаты обсудили дополнительные доходы, которые поступили в бюджет в прошлом году за счет налогов и других источников. В первую очередь эти деньги направят на решение самых острых проблем областного центра. Кроме того, собравшиеся затронули целевую программу «Одаренные дети» Саратова. Насколько успешно она была реализована, выясняла наш съемочная группа. Как сделать бюджет доходным, обсуждают одну из приоритетных задач, стоящих перед городской администрацией. Основные усилия были сосредоточены на налоговых поступлениях, ведь именно они и формируют львиную долю городской казны. Наибольшую долю в собственных доходах бюджета занимает налоговое поступление, удельный вес которых составляет более 83-4 десятых процентов. В целях увеличения поступлений по налоговым источникам в течение года на постоянной основе обеспечивалась работа комиссии по исполнению доходной части бюджета, как при администрации города, так и в районных администрациях. Благодаря работе специальных комиссий многие предприятия погасили перед бюджетом многомиллионные долги. Проводилась работа и по увеличению суммы неналоговых платежей. В прошлом году она составила 157,5 миллиона рублей. Для дефицитной городской казны это существенное подспорье. Благодаря консолидированной работе городских властей и структурных подразделений дополнительно удалось привлечь в бюджет 275 миллионов рублей. Это до 140 миллионов рублей превышает ожидаемый результат. С учетом того, что у нас появилось 141, 143 миллиона дополнительно, значит мы должны понимать, что какую-то задачу, стоящую перед городом Саратов, мы смогли дополнительно решить. Саратовцы должны понимать, что от нашей работы с вами здесь практически будет. Не менее важный вопрос – поддержка одаренных детей. Саратов стал одним из первых городов, где начала реализовываться специальная программа. Талантливые дети получили инструменты, инвентарь и возможность представлять наш город на различных конкурсах. Да, у нас не хватает средств, но в отсутствии средств мы все понимаем о том, что это очень важно. Посмотрите, губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радайф лично занимался чеботаревом. Одаренный, одаренный, премьер, премьер, чемпион Европы по боксу. Дети должны видеть перед собой премьер, в том числе и олимпийских чемпионов. Да, наша задача – это массовость. Мы должны создавать здоровых детей, помогать им развивать их способности. Наша задача – чтобы кружки и секции были доступны. Вопрос поддержки юных дарований рассмотрят более детально. Для городской власти принципиально важно, чтобы дети, подающие творческие и спортивные надежды, имели возможность развиваться. Наталья Тарасова, Юрий Касабрюхов, ТВ-центр, Саратов. Мир правосудия изучаем и понимаем. В городе стартовал проект, в рамках которого местные школьники посещают суды, а затем знакомятся с их работой, постигают азы законодательства и всей системы правосудия. Всего в масштабном мероприятии участвуют 19 школ Саратова, которые должны представить свой игровой судебный процесс членам жюри. В реальной игре разбиралась Ольга Хоснудинова. Лена Круглова впервые в жизни надевает настоящую судейскую мантию. Это первый судебный процесс 11-классницы. Прошусь оставить судебную. Судья открывает заседание по всем правилам. В зале участники судебного процесса. Обвинитель, защитник, потерпевшие свидетели и обвиняемая. Конвой снимает с нее наручники. Рассматривается реальное уголовное дело. Изменены лишь имена. Во время очередной бытовой ссоры жена в целях самообороны убила мужа-алкоголика. Мать убитого первой обнаружила тело. Сотрудник полиции правил уже в пользу сказала, что мы семья. Игровой судебный процесс глазами учеников 8-й школы выглядит абсолютно натурально. За ходом заседания следят жюри, судьи и сотрудники Саратовской государственной юридической академии. Они с удовольствием поддержали инициированный в прошлом году Верховным судом проект «Мир правосудия. Изучаем и понимаем». Мы хотим, чтобы молодежь как можно четче представляла себе работу судебной системы. Правосудие должно быть открытым. Граждане должны представлять свои возможности, свои права. Прошу суд признать подсудимую Андрееву Ольгу Петровну виновной в совершении преступления предохмотренного части 1 ст. 105 и назначить ей наказание в виде 7 лет решения свободы. У меня все ваше честь. Выслушав гособвинителя и защитника, судья выносит вполне справедливый приговор. Один год и три месяца условно. У подсудимой несовершеннолетняя дочь и положительные характеристики. Участники процесса не сдерживают эмоций. Результат длительной подготовки превзошел все ожидания. Грамотность и достоверность произвели впечатление на членов жюри. Все было очень-очень правильно с точки зрения Уголовного профсоциального кодекса проведено. Актерское мастерство проявлено, достойное. Очень понравилось. Изучала кодекс уголовный, читала. Даже были такие моменты, когда мы до вечера оставались, до поздна. Эмоции моря. Я очень счастлива, что поучаствовала именно в этой роли, так как это моя мечта. Я очень рада. Мечта Сюзанны стать прокурором сегодня стала еще ближе. Практически все участники проекта собираются связать свою жизнь с юриспруденцией и поступать в юридическую академию. Теперь багаж их знаний обукатился не только теорией, но и практикой. Ольга Хашнудинова, Вячеслав Соленков, ТВ-центр, Саратов. Свой день рождения отметила одна из старейших общественных организаций города. ДСААФ исполнилось 86 лет. Праздник приурочили к юбилею битвы под Сталинградом и освобождению блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия наградили лучших спортсменов и заслуженных тренеров организации. Подробности у Вероники Араповой. День рождения одной из старейших организаций Саратова. За свою историю ее название менялось много раз. Но одно остается неизменным. Добровольное общество содействия армии и флота более 80 лет готовит квалифицированные кадры. Некоторое подведение итогов. Мы сегодня наградим наших спортсменов по военно-прикладным видам спорта. Мы проводим в рамках фестиваля военно-прикладных видов спорта соревнования между школьниками старших классов. Очень интересные соревнования. Там и подтягивания, и стрельба из пневматического оружия, которое благодаря правительству Саратской области в этом году мы сумели закупить и раздали в районы. Очень живой интерес вызывает у наших ребят. Торжественно открывают еще одно мероприятие. В области начинается месячник оборонно-массовой работы. В ближайшие 30 дней будут проводить соревнования по боевой и спортивной подготовке среди учеников школ. Принять участие может любой желающий. В течение месяца на территории всех районов области будет проходить соревнование, где у ребят, у школьников есть реальная возможность попробовать свои физические силы, попробовать свои таланты и понять, готовы ли они защищать Родину, готовы ли они стать теми главными мужчинами, которые будут стоять на передовой линии, защищая свое отечество. Ученики многих школ Саратовой области участвовали в соревнованиях по различным видам спорта. Сегодня награждают лучших. Одним из них стал Роман Рыбаков. Он еще учится в школе, а уже достиг уровня кандидата в мастера спорта по морскому многоборью. Занимаюсь спортом уже восьмой год. За восемь лет я достиг разряда КМС и большинство наград получил. Также хотел сказать спасибо за полученную награду на сегодняшнее мероприятие. В зале преподаватели, ученики, ветераны и представители общественных организаций. Объединяет их одно. Все они уверены, служба в армии – почетная обязанность. Вероника Арапова, Александр Пиченко, ТВ-центр, Саратов. На этом пока все. Более подробную информацию ищите на интернет-канале forpost.tv. А с вами мы увидимся менее чем через полчаса. Не переключайтесь. Спонсор выпуска новостей ИП Шевченко представляет шоу «Цирк на воде». Не пропустите!